Добрый голодцы, красный гейм. Анз Иван Царевич прибыл из Тридевятого Царства с радостными вестями. Настало время нам всем научиться соображать на троих. И для этого пройти три царства, медное, серебряное и золотое. Народная мудрость как говорит вначале? Станцевались, спелись. Так что все, надо начинать что? С веселой песни. Готовы? Давайте я запеваю, и все подпевайте. Давайте вот, или люди задают вопрос, приходят вот на меня. Ваку, вакузнице, ваку, вакузнице, вакузнице молодые кузницы, вакузнице молодые кузницы. Они, они куют, они, они куют, они куют, приговаривают. Пойдем, 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 пойд Сорвём, Дуня, лапушок, лапушок. Сошьём, сошьём, Дуня, сошьём, сошьём, Дуня. Сошьём, Дуня, сарафан, сарафан. Носи, носи, Дуня, носи, Дуня. Носи, Дуня, не морай, не морай. В коробочку, в коробочку, в коробочку покладай, покладай. В ваку-ваку-узнице, ваку-ваку-узнице. Ваку-ваку-узнице, молодые кузнецы. Ваку-узнице, молодые кузнецы. Ура! Ура! Вот и соловей-разбойник к нам прискакал. с волшебными дисками колобками лапками лично пёк много странствовали подсказочной руси много видели чудиков мы сами стали по полной а зачем люди поют песни на одну волну настройка потому что мы все с вами части одного тела человечества тела русского народа вот и хотя говорю я но все равно я говорю то что мы все понимаем и потому что через нас идет поток и мы вместе почему потому что нам прикольно мне прикольно рассказывать те прикольно слушать края все друг друга дополняем но то что я говорю очень сильно зависит нашего общего потока потому что иногда вы говоришь и красиво прям слова ли потому что люди играть развиты раскрытая бывает говоришь язык заплетается вроде знает все же правильно потому что то что сейчас происходит это рождение наше совместное это вместе рождаем то что здесь сейчас происходит сейчас коврик природа для вас подготовила природный кобрик нет все хорошо дышащий влагопроводящий земля прохладно нет все правильно вы сказали я смотрю где солнышко вот я поела а вот посмотрите где он получил спасибо возьмите долю тебя дарю передать его куда-нибудь с краю положите кто-то еще придет было божественное пространство травы сегодня азован царевич хочу рассказать про тридевятое царство мы все живем в тридевятом царстве настало время нам всем это вскрытая царство это русское название чего солнечная система вверху солнца у нас крутится три круга по 9 дней сейчас ученые обнаружили девять планет по-русски называется земли почему только 9 нашли потому что сейчас человечество живет материализмом это медное царство и планеты ищет как телескоп чисто медным царством вот тогда у людей откроется серебряное царство сердце когда мы откроемся душой это будет выражено в том что мы будем видеть душу живую во всем мы сможем поговорить с деревом с птичкой с бабочкой как сказки помните королевич Елисея разговаривала с ветром и с луной солнце и что интересно он понимал ответ правильно мы сейчас можем подойти поговорить но как бы ответа нет потому что сердце когда мы перейдем серебряное царство по яйца ответа 2 посмотрим на небеса и у нас уже 9 а 18 18 поя ну вот когда поселимся в золотом царстве царь в голове зажжется у нас у всех тогда мы найдем еще 9 27 ну что самое интересное как в анитоте ты кролика видишь а он есть то есть земли то эти 27 они все равно летают независимо от того какой у нас уровень осознанности и и они на нас влияют поэтому есть вот эти темы когда астрономы влияние планет рассчитывают правильно сейчас астролог грамотный астролог рассчитает что это очень похожий характер там события согласно но они же учитывают только не где есть некоторые астрологи того больше действий на физические планеты и вот это вот и три ступеньки на которым нам надо все подняться то есть первое нам надо познать мир материальности медное царство сделать себе совершенное тело здоровое правильно научиться питаться и только когда мы это сделаем чистое тело здоровое тогда у нас появляется возможность открытое сердце потому что вот эта тема когда ты весь такой больной разваливайся я почки брешь всех то можно любить только тогда когда ты себя любишь вначале правильно вот а когда ты себя любишь на хочет и болят потому что почки молят почему потому что ты себя не дали все любишь am a почку то есть более по по буквице по буквице более то божественная любовь так то есть боль это когда мы не позволяем божественной любви через нас божественная любовь и течет из земли и солнце на нас а мы не даем течь и там появляется боль то есть более то всегда вот это вот место поэтому есть народная поговорка клин клином вышибал вот часто вы видели что я на встречах делаю ладочку ушей так берем хватает жадать чувствуешь отражение своего тела он чувствуешь энергия то есть вот эта тема что клин клином вышибает и вот больное место когда стукаешь она еще больнее правильно зато потом выздоравливать есть такое но вот массаж на этом основан правильно то есть человек уберут и по болевым точкам давит медленно сильно разные способы массаж но вот именно вот эта тема надо понять всем ну и развитие по тридевятому царству она идет по таким сказочным намеком вы заметьте сказках есть золотое серебряное медное царство сказках есть одноглазка двухлазка и трехлазка правильно сказки крошечка хаврошечка да то есть вот эта тема троицы жил был царь и было у него три сына да где еще в сказке троица встречается 3 девицы под окном понимаешь не 2 не 4 не 5 а 3 а пушкин то знал и вот в советском мультике их грамотные иллюстраторы художники русские которая подключается вообще к русскому духу там нарисована как одна девица в медном платье и она такая толстая главное вот медного раз по жрать до 2 серебряном царстве это ткачиха главных рукоделия серебряная царство руки-то отсюда серебряного царства и третья сватья бабу бабари а третья девица там хорошая которая богатыря хотела благодаря то есть она в золотом платье чувствуете хотя пушкин не написал в то каком платье правильно нету сказки а художник раз подключился и правильно нарисовал я вот недавно был в церкви цен в центре крыма в симферополе как раз ее восстановили как раз президент поддержал и там с икона святая троица святая троица христианская да я смотрю 1 значит золотой накидки во вторая серебряная третьем лет то есть она везде прослеживается и у нас же заметьте когда олимпиада самая важная медаль золотая серебряная на втором месте медная 3 ну и стоимость металла такая же правильно еще заметьте у нас пика как раз печатали монеты медные монеты серебряные золотые и вот при петре первом был у нас медный бунт слышали такое но это было при его отце еще александре михайлович и чешайшин впервые начали печатать медные монеты вместо серебряных и золотых закончились богатые металлы вот со времен петра первого это уже 300 лет на земле идет медное царство познание материализма петр первый возбревал бороды кофе вы знаете какао картошка помидоры и вот это итог что как раз и людей быстро быстро материальность сонное царство в матрицу вогнала но кто катит бочки на петра первого тот не про почему да петр первый он же сказочный герой это весь мир театр и все мы в нем актеры просто его задача была ввести нас познание медного царства народ понимаете то есть это же игра такая то есть вот театр сегодня шекспира ставят завтра чехова послезавтра пушкина правильно и так вот есть космические постановки то есть это игра богов петр первый посланник его задача была как бы всех опустить и он с этим справился молодец молодец вот еще такая байка ходишь на петр первый флот построил а ведь все петр первый просто летучие корабли в сказке изучая корабли опустила землю чувствуете то есть и первый корабль который построил петр первый как назывался орел а у моряков же поверье как назовешь судно так и поплывет орлы то не плавают вот сами подумайте нафиг плавающий корабль называть орлов когда орлы не плавают вообще это потому что летучий корабль просто пустили небес на землю и стали только плавать а до петра первого паруси вовсе летали еще на летучих кораблях сапогах скороходов до петра первого было скороходное сообщение в россии до дальнего востока скороход зашутки на своих двух как семимильными шагами то есть вот скороходное сообщение известная тема еще недавно и сказках ты читаешь там бежит скороход одна нога привязана надо и у него спрашивают что ты на одной ноге он говорит да перебежать боюсь потому что такая скорость что как бы на двух так раз и уже там лишние тысячи километров подбежался как а так и на той ноге так как бы успеваешь смотреть как ветер свистит и куда ты прибежал все это не метафора а это как ты будешь это же сказка ложь да в ней намек кто понял ее как анастасия существует для тех для кого как дед мороз кто-то верит это мороза таки каждому поверим 20 речь не скрываешь но я сочиняю на ходу есть такое понятие версия версия это вера сияющая то что ты веришь короче версия то есть я вам рассказываю сказочную версию миру то что не рассказала баба-яга кощей бессмертный и другие сказочные герои 39 царства вот то есть версия вера сияющего что ты веришь что и на нас влияет вот мы сейчас верим что летать нельзя на коврах самолетов и фиг ты полетаешь и более того ты даже не увидишь человека который летает а сейчас уже на земле есть люди которые летают в явнем теле не во сне вот она его летают но ты их увидишь только тогда когда в твою версию мира это войдет в реальность что ты веришь в полет почему потому что человек на земле самое всемогущее существо согласно если птицы летает почему нам бы не будет мы же более развитой чем птицы звери там пиявки и все остальные поэтому человек может жить как пиявка все присасывается кого-то говорят вампиры а может жить как птицы летают только возможность конечно сейчас летают мой друг лично летал в таком хороводе вот так вот водили хоровод по кругу и пели песни и обязательно надо водить хоровод и петь песни чтобы войти в резонанс и вот когда в резонанс входит все же понимаете резонанс взаимоусиление они вот так в хороводе прямо поднялись и полетели поднялись над землей на несколько метров потом над лесом и полетели и так продолжали лететь на небесах и петь песню и вот так вот кружились кружились через несколько верст приземлились на другую полянку а там уже и будут с угощение мать в общем уже все это идет тридевятое царство это как раз способ нашего развития и у рерихов был флаг флаг такой круг и в круге три круга видели флаг рейда да очень правильный флаг и у нас в имперской россии был флаг черная полоса желтая и белая знаете внутри заре так вот сейчас у нас флаг опять три полосы белая голубая и красная и будущий флаг у нас тоже будет три полосы скоро здесь будет у нас сказочная русь три полосы будет золотая серебряная и медная вот это три флага и всего если посчитать девять полос вот про них я вам расскажу потому что этими флагами все с ними знакомы и это являет самым мощными намеками о том как можно пройти вот по это по тридевятому царству по сути у человека есть девять уровней развития первый уровень 2 3 4 то есть вот когда мы болтаемся в медном царстве в этом медном царстве три круга три круга эти три круга какие это белый круг черный и золотой и вот сказки ты идешь и там три дороги налево пойдешь прямо направо правильно три дороги всегда вот эта тема и вот задача такая пока пока мы с вами материалисты седьмого дня он бритые ходим стриженые в американской одежде питаемся вареной пищей это о чем говорит что вы материалисты в медном царстве понимаешь потому что когда мы в серебряное царство переодеваемся у нас будет отношение благородное к волосам своим к телу к одежде будем носить только родную одежду родную бороду то есть до этого ну и родной пищей питаться а у нас сейчас это с мадагаскара финики там с этого оттуда апельсины оттуда мандарины то есть у нас внутри хаос да и сейчас всемирной едой так вот в медном царстве чтобы выбраться подсказка имперский флаг черная полоса желтая и белая вот задача такая каждом из нас есть черное и белое и это так устроен человеку это равновесие противоположно и про это анастасия говорит помнить читали звенящие кедры когда человека сотворяли то собрали противоположные энергии человеке и все это с гармонизировали чтобы она вот так красиво вращалась и когда человека создавали не верили бы да невозможно эти права противоположности уравнять они настолько крайне настолько вот не подходят но все-таки род всевышний который нас создал он сумел уравновесить противоположности и в человеке все это есть и кто отрицает себе черное что-то негативное он не сможет никак дальше развиваться то есть вот такая задача это пожить ее по этой жизни в чернухе побыть плохим парнем вы знаете что лев толстой он же молодости в армии был много людей вообще еще он любил женщин то есть и был бабников еще он любил бухнули ну и лев толстой и порфирий иванов понимаешь ну и пушкина там молодость была бурная понимаете то есть это нельзя сказать что это были белые пушистые люди там взял святости согласно то есть вот такая задача чтобы выбраться из медного царства нужно встретиться со своей темной стороной познать ее принять потом с белой стороной в благости потом найти золотую середину вот и только так мы сможем подняться серебряное царство открыть душ то есть пока мы не уравновесим себе белое и черное и не выберем золотую середину сердце не сможет открыть черная полоса и белая и это нормально так устроена жизнь это во время черных полос что надо делать наслаждаться чернухой понимаешь ты говоришь нет 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 это черное а тут как бы тебе плохо и вот и народные способы как раз есть принятие вот этого черного в себе кресение в виде гротеска вот тебе плохо например вот тебя обманули обидели предали и ты не просто говоришь обижаться плохо там тебя обманули и ты так да меня обманули да я лох и начинаешь как бы вот так доводить до гротеска то есть в этом и основаны народные праздники коляда например человеку приходят и про него чистая частушки про его недостаток но их обсмеивают мать человек жадный пришли про жадность пели по прикольчику человеку блин чё я жадный взял и как бы стал щедрый то есть задача в народной культуре вот с этим черным это доведение до гротеска ну просто сказать восхититься этим да то есть как вы все них и на себе гиперболу сделать тебе должно быть не просто плохо а так плохо что конец света идешь там головой об стенку бьешься то есть как бы в это черное ну полностью окунаешься и принимаешь да и говоришь да у меня сейчас жизни черная полоса как я классно колбашить как блин я страдаю да вот я принимаю эту черную полосу я хочу чернуху познать то есть понимаете о чем я говорю то есть реализоваться да наезд этого да то же самое что сейчас многие хотят перейти например на сыроеде но пока ты не прошел опыт вареной пищи ведь вареную пищу тоже придумал род всевышний согласно все божественно и сникерсы и картошечка жареная и яблоки все состоит из божественных живота и вот сейчас человечество проходило опыт медного царства вареная пища придумана родными богами чтобы мы могли поесть ее как бы впасть в материальное сонное царство и насладиться этим понимаешь тема какая-то и ее нельзя избежать и вот кто переходит сейчас на сыроедение но и он еще не прошел опыт питания вареной пищи его будет все время трясти у него срывы такие а не могу жить без вареной пищи периодически срывает что делать что делать срываться да надо срываться просто надо отнестись к срывам позитивно сейчас у сыроедов такой подход ты сорвался вареная съел все сыроедение ты съел какого-нибудь кусочек хлебушка на тебя смотрят как будто ты крови младенца выйдет а ты что съел кусочек хлебушка но я просто выступал на многих конференциях по сыроедению и общался в обществах сыроедов очень много по всей россии поэтому на эту тему сектанство так вот но сектанство как мы все знаем до добра еще никого не доводила правильно поэтому тема такая конечно же мы все перейдем на сыроедение но есть по передбаски в пекло каждому свое время твоя душа дайте должна брать не опыт питания вот этой вредной вареной пищи а потом у тебя такое сильное желание появляется чистоты красоты то ты просто берешь и красиво переходишь от вареной пище к сырой тебя не трясет вот эта тема что всему свое время это вот как ребенок он идет в школу ему надо первый класс вторую пройти а потом в институт а среди не это институт понимаешь если ты еще десять классов не прошел то нафиг ты прешься в институт вот эта сказочная ведьма видите она эту буквицу нарисовала сама стебни что-то все в ней рисовала и была на правильном питании да как икону перерисовал мы именно эти семь дней особенно вот она видишь буквица живая получила и вот да но здесь рукописные тексты они гораздо важнее печатать почему говорят рукописи не горят слышали потому что когда мы от руки пишем от души а когда это все пропечатано на принтере там на компьютере это просто как медный уровень а это уже от души серебряный рукоделие вот буквица она нам тоже показывает эту эту тему очень важно заметьте есть такая интересная игра шахматы там есть черные фигуры и белые согласны но как правило шахматная доска желтого цвета золотого есть такое то есть желтые клеточки темно-желтые и светло-желтые да и черные или коричневые не но правильная шахматы я вам говорю коричневые то есть это оттенок золотого и желтые то есть доска правильная должна быть коричнево-желтой золотым золотой путь то есть вначале ты играешь за белых или за черных и ты в азарте ты играешь за белых ты хочешь победить правильно твоя задача вначале вот и у людей фанатичный подход к жизни я играю я хочу победить и вот он играет колбасится в эти шахматы мастером становится игры там уже знает кучу обходов комбинаций как выиграть там а кто-то за черных колбасится правильно за белых игра такая идет богатырь змеи горыны кто кого а а потом на тебя наступает такой момент и тебе уже интересно не сама победа вот что ты играешь за белых и черных ты должен только победить а тебе интересна сама комбинация интрига сама игра и это есть золотой путь когда ты понимаешь что смысл жизни это сама жизнь и конечно движение по золотой спирали вверх то есть вот эта тема когда ты уже и не за черных и не за белых вот играешь за белых а кто за черных он сделал классный ход ловушечку тебе сделал и ты не сидишь и козел ловушку сделал это как раз вот этот подход когда тебе еще колбасит полярность а ты уже так о класс такую комбинацию придумал мать то есть ты уже оценивать мастерство игры понимаешь они вот то что вот надо выиграть любой ценой а если те кто-то переиграл ты уже начинаешь козлы у меня переиграли там чувствуете тему да то есть выйти за рамки черного и белого здесь вот этот знак который признать и не я черные белые мужское женское и вот мы с вами колбасимся в этом и не я не заметь сейчас очень болезненное отношение между мужчинами и женщины так есть такое то сейчас вот кругом посмотрел от счастливую семью найти до что вот счастливый муж жена дети счастливая фиг ты днем с огнем такую семью тысячи согласны все колбасится и не по-детски почему и в отношениях мужчины и женщины надо найти вот эту золотую середину и тогда ты откроется сердце и тогда отношения семейные станут красивые как сказки да сказки считаешь и там красивые отношения да вот он поклонился ей вот он ей это в скатерти преподнес бранную да вот все такое да чугами одарил есть такое уже мчуг это символ серебряного царства так гаджеты выключаем а то еще святую воду покунула раньше было ругательство гаджеты все собирают этих гадов гады это медное царство змеи горыныч это медное царство то есть в отношениях мужчины и женщины когда только мы найдем золотую середину тогда у нас откроется сердце к миру то есть вот эти вот святые которые уходят говорят вот я святой я тут на море сижу молюсь а потом если мир наш приходит а тут женщина и он раз его святость с другом есть такие случаи знаете да и почему женщин на кастрах почему это потому что мужики блин не могли уравновесить это они думают ну мы ее сожжем тогда разве можно женщины так разобраться мы хоть ее спалим хоть нет женщины нет проблем когда эта инквизиция как бы так решали потому что самое сложное это отношение мужчин и женщины сейчас но в целом если посмотреть на человечество самое интересное что есть на земле это отношение мужчин и женщин потому что она мы когда живем на небесах какого мы пола никакого правильно в душе нету пола душа просто божественное сияние так ну конечно осветимость разный бывает и души бывать великодушные малодушные создания но пола на небесах а нет и есть только на земле и с одной стороны это самая сложная тема с другой стороны самое интересное согласно вот это вот терочек но и опять же в отношениях мужчин и женщины соображать надо на троих двое трутся что появился 3 правильно мужчина об женщину трется и 3 появляется ребенок и договориться можно только втроем то есть два человека это всегда полярность двое не могут договориться поэтому говорят соображать надо на троих бухарики потому что они знают двоем начнут бухать морду друг другу набью а втроем можно пообщаться понимаешь поэтому три девицы под окном при али поздно вечерком потому что втроем сидят и как вот беседа идет красиво а если две собрали то они бы поругали поняли поэтому муж и жена никогда не могут договориться все муж и жена это не семья это заготовка и только когда появляется третий элемент ребенок можно договориться понимаешь мосты когда строят треугольник согласно то есть манки строят треугольник это сам устойчивая фигура не квадраты там не пятиугольник а треугольник вот эту тему надо понять что мы соображать на троих вот говорится вообще на любую тему поэтому мужчина женщина и никогда не смогут договориться они могут треться и трение вот эти физические душевное трение духовное появляется третий элемент опаньки уже можно договориться поняли тему здорово тебя наоборот но наоборот почему бывает смотрите это на самом деле не оборот просто прилетает когда ребенок он усиливает родителей и он усиливает все их стороны темные светлые если родители еще не доработаны если родители не уравновесили все черное и белое приходит ребенок а родители и так слегка колбасило но как бы незаметно мы же приличные люди культурно разговариваю а когда пришел ребенок все усилилось и косяки твои усилили и праведность усилилась понимаешь и поэтому начала больше колбасить то есть ну желательно перед рождением ребенка привести свою душу в порядок и тело и тогда ребенок приходит он тебя усиливает и усиливает как раз гармонию потому что если тебя вот так все трясется внутри до рождения придет ребенок и конечно еще все хуже станет в тура понятно это понятно это понятно как жене-то лично ну в семье достаточно одного просветленного человека чтобы привести ее в порядок мужа или жену чтобы поругаться нужно двое а если например один хочет поругаться а второй уже в своем голове на него как бы наезжает он прикольненько раз-раз все в шуточку и как ты с ним поругаешься то есть ты можешь стать просветленным человеком все она с тобой не сможет ругаться прикольно делать дальше она рядом с тобой уже заходит у нее другие желания появятся с кем поведешься того и наберешься если ты с просветленным человеком рядом тоже начинаешь если же такая притча уйти там жил страшный демон Равана который держал страхи тысячи людей управлял силой темноты своей злобы страха огромной страной там и вот однажды этот Равана шел и встретил индийского святого рома 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 а он не запомнил и повторял мара рома мара и короче повторял это имя и умы у него успокоился равновесие пришло и тоже стал светом и написал веды которые сейчас ноги бегают у веды веды написано индийские а это блин Равана написал который потом а вы уже рассказывали как равновешиваются? то есть мы сейчас все в основном колбасимся в этом черно-белом мире поэтому заметьте классическая одежда черный низ белый верх правильно? и это потому что у людей черно-белое сознание что мы застряли в черном царстве в черно-белом царстве сейчас самые интересные фильмы там делают контраст то есть например властелин колец там показывают такие светлых эльфов в белых одеждах да таких благородных сыроедов показывают таких вурдалаков из пекла таких страшных которых там хуют как биороботов да и вот и вот это нам интересно вот этот контраст то есть мы сейчас с вами не заточены под гармоничную жизнь потому что ну время такое время уравновесия черное-белое то есть вот допустим ты купил билет на дорогой фильм говорят о это крутой фильм на миллион долларов пришел на фильм а там в начале фильма все хорошо в середине все хорошо и в конце все хорошо и ты такой блин нафиг я бабки потратил деньги купил этот билет ничего интересного понимаешь? то есть нам интересно сейчас именно чтобы человек попал в супер-пупер косяки наколбасился потом раз-раз такой вылез такой раз и красавчик в конце фильма Елена прекрасная в жены полцарства в придаче согласны? то есть мы даже не способны понять сейчас сюжет интересной книги, интересного фильма там где все хорошо правильно? потому что ну мы далеки от этого а такая жизнь тоже есть я недавно оказывается познакомился с работами Авидия и Несиода Несиод это древнегреческий мыслитель Авидий и древнерибский он жил через семь веков идем царевна лебедь к нам мы здесь как раз говорим про замечательные отношения мужчины и женщины как с этим разобраться вот тут все есть я тебе дам волшебный клыточек вот тебе желтенький видишь у меня все сокровища все есть а это для красоты здесь путеводный клубочек царевна лебедь пришла сразу красота вот этот клубочек молодильное яблоко и как говорится змей горы это символ медного царства это символ серебряного а это символ золотого вот мы про это сейчас и говорим ну так оказывается Гисиод по своим древним источникам греческим тоже описал что на земле был в начале золотой век потом серебряный потом медный и Авидий тоже говорит римлянин уже этот грек и этот римлянин что был золотой век серебряный и медный и вот когда Гисиод описывает золотой век он описывает что на земле была вечная весна понимаешь всем было хорошо все ходили как боги как голые понимаешь кошки голые птенцы голые мухи голые стрекозы голые рыбы голые плавают правильно потому что это естественно бог нам дал все и во время золотого царства люди ходили обнаженными водили хороводы пели песни создавали новые виды животных растений придумывали новые танцы мы жили в полной благости которые нам сейчас вам не понять ну пока не понять надо еще дорасти и Гисиод пишет что дома начали строить и одежду носить только в серебряный век вот и это полностью согласуется с мудростью которая мне баба Ига рассказала что изначально мы все жили тут конечно в золотом царстве в раю до сих пор мы себе это намекаем с помощью зимней забавы снеговик снеговика когда лепят три кома в основном большой средний и маленький правильно и вот вот этот большой ком это золотое царство в золотом царстве мы живем миллионы лет очень долго то есть нижний ком там только снег божественное творение согласны? ничего искусственного в средний ком туда втыркаются палочки то есть ломается дерево втыркаются палочки то есть в серебряном царстве когда мы начинаем жить уже не от духа а от души мы себе строим красивые терема валим лес строим красивые терема расписные узорчатые одежду шьем то есть главное уже рукодель поэтому палочки сломанные в снеговике и в серебряном царстве мы живем тысячи лет вот и потом наступает медное царство поэтому снеговику втыркают морковку сюда морковка красная но это символ чего? полового члена языка что когда мы в медном царстве у нас главная вот эта морковка понимаешь? то есть морковка всех она волнует больше всех согласны? это и по фильмам видно и по разговорам и про то что сейчас распространен больше всего матерный язык в народе правильно? и с помощью морковки трех слов какое полуорудование женских взаимодействия некоторые мужчины объясняют все мироздание согласны? то есть как устроена машина как устроена политика короче как добраться там до какого-то места с помощью трех слов объясняют и главное все понятно понимаешь? это язык медного царства и вот то есть снеговик накрывается сверху медным тазом да? вот это и в медном царстве ком самый маленький правильно? мы живем там меньше всего сотни лет то есть сейчас мы живем в медном царстве со времен Петра Первого только 300 лет и мы уже как заколбасили эту планету правильно? и сейчас по правилам эпохи Волга которая наступила медное царство вернется медным тазом накроется денежная система образование короче все что у нас сейчас есть вот оно сейчас рушится и ты как ааа рушится что быстрее упадет евро, доллар что с образованием ааа будет все классно оно все рухнет медным тазом накроется и а после этого только откроется серебряное царство и в медном царстве что у нас там глаза морковка вот эта рот втыркают из палочек уши иногда и вот этот медный таз то есть видите с детства нас родные боги посвятили вообще во всем мироздании снеговиков все лепили и у ребенка у него уже открыто еще образное мышление да и он снеговика лепит и он так что то в этом есть и до него начинает доходить вот это все это взрослый а снеговик трикома а ребенок он такой уже а почему трикома а почему этот большой этот поменьше да и вот у него внутри это все раскрывается вот вот ну и сейчас мы поговорим конечно самый интересный вопрос как все таки уравновесить вот это черное и белое чтобы перейти по золотой дорожке в серебряное царство то есть вот оно 3 9 царство первое это образ имперского флага черная полоса золотая и белая уравновесить внутри себя противоположность черное и белое и по золотой дорожке перейти в серебряное царство в серебряном царстве флаг современной России у нас белая полоса полоса голубая и красная красное видите это опять же символ медного царства серебряного и белое золото то есть в серебряном царстве нам надо познать контраст красное это страсть когда ты такой яркий быстро жарко когда ты кипишь ты полон энергии потом голубое это надо найти глубокий покой чувств это умение входить в глубокую медитацию полное отрешение от всего мира полную тишину уходить это голубой холод оледенение да вот это вот и потом между горячим и холодным по сути это баня вот мы в бане паримся потом раз только так интересно в бане париться когда в бане жарко в воде холодно согласны? потом мы переходим от голубой и серебряной полосы к белой и только тогда через белую по белой дорожке мы поднимаемся в золотое царство а в золотом царстве флаг такой медная полоса серебряная золотая то есть когда мы уже переходим в золотое царство жизнь с царем в голове у нас должно быть очень красивое тело здоровое и идеальное душа вот такая великодушная все человечество обнять не только свою любимую любить а вообще всех любить но жену надо любить больше серебряное царство это любить все человечество чувствовать себя клеточкой всего человечества и петь от души плясать танцевать вот это серебряное царство когда ты от души полностью вот твоя жизнь празднует и золотое царство это когда ты уже общаешься с богами ты понимаешь голос солнца голос землеория это Марс голос мирцаны это Венера голос земляния это Нептун то есть ты взаимодействуешь с двадцатью семью землями нашей нашего тридевятого царства солнечной системы потому что на нас влияет все планеты и вот когда ты у тебя будешь царем в голове ты будешь осознанно взаимодействовать с этими небесными телами вот в целом наш такой путь развития да черно-белое по золотой вверх голубое красное по белой вверх потом дальше медная серебряная золотая полоса а дальше мы уже становимся кем богами мы становимся легами то есть если мы пройдем вот эти девять ступеней развития по тридевятому царству мы становимся небесными легами хранителями своего рода и ведем духовную эволюцию своих детей и внуков то есть небес расставляем события ситуации и всякие встречи интересные и не очень чтобы человек развивался шевелился ну сейчас конечно самая насущная задача как выбраться из черно-белого сознания как навести порядок в отношениях мужчины и женщины потому что вот эта тема и неяня нас больше всех колбасит что люди постоянно в контрастах хороший плохой добро зло мужчина женщина противоположности которые совместить нельзя ну и действительно их можно совместить только некоторыми местами правильно мужчина и женщина а в целом нельзя же все время ходить вот так вот слипшимися по жизни но в то же время вот эта задача как уравновесить мужское и женское в себе отношения мужчины и женщины темные свои стороны и светлые и выйти вот на этот золотой путь развития как это сделать кто подскажет версию вера сияющая вера сияющая что это третье что как с ребенком что это третье да ребенок помогает только это уравновесить да мы уже говорили что мужчина и женщина никогда не могут договориться у них будет постоянно трение физические трения душевные духовные наверно каждому и когда третий элемент появляется ребенок тогда уже можно сообразить на троих и договориться да дорогая вот ребенок прилетает из золотого царства он же прилетает с небес души наши вообще как они они созревают в вырисаду вырисад на небесах он соткан из божественного света там растут яблони райские и сияние божественные на яблонях живет птица гамаю сирид алгонос слышали вот они живут в вырисаду они поют песни и под их волшебной песней на яблонях созревают яблочки а яблочки небесные это наши души они золотые и крупные и потом когда яблочко созрело вот а вырисады они посажены по всей сварке причистой то есть есть разные звезды и на каждой звезде растет свой вырисад поэтому у каждого из нас есть путеводная звезда это звезда где созрела наша душа там где ее зачали небесные наши родители у нас есть небесные родители земные небесные родители зачали и вот душа с небес покатилась на землю и она катится через путеводные звезды Это полярный на солнце и солнце, сюда приказывается колобок, и поэтому 7 сороковников, 7 раз по 40 дней он созревает, и 7 тел наращивает в это время. Вот, то есть ребенок прилетает до золотого царства, и он усиливает родителей, да? То есть усиливает и все наши косметики, и усиливает все наши сильные стороны, уравновешенные, и любовь усиливает. То есть, поэтому говорят, ребенок плод любви, потому что любовь должна быть плодовитой, если любовь бесплодная, ничего не получается. Вообще, почему влюбляется мужчина и женщина, по нашим сказочным понятиям? Потому что мы с вами являемся частью родового древа и окружения душ в природе. То есть наши родители, предки должны рождаться как наши дети. Мы у своих детей тоже рождаемся в роду, и идет круговорот душ в природе. И вот какая-то душа наших предков уже хочет родиться, и она себя выбирает. Мужчину выбирает, и женщину. И эту душу рисует в виде кого? Купидона, Амуро со стрелой, да? И вот душа прилетает, хочет родиться, и она такая, о, это мне мама пойдет. У нее хорошая родословная. То есть душа выбирает родословную, да, чтобы тело получить такое, которое может выполнить предназначение свое, да? Каждая душа выбрала, ради чего рождаться, смысл жизни, свои предназначения. И потом она выбирает себе кинетические линии родителей. Так, это хорошее, казачьего роду. Пойдет. Потом выбирает себе отца, душа. И потом она стреляет стрелы, и ты так смотришь, смотришь, самая красивая! Бах, и влюбился! Понимаешь? То есть люди влюбляются только потому, что взрослые. Потому что прилетает третий элемент, и этот третий элемент – причина любви. И само слово «любовь». «Лю-бо-бю» – три слога, понимаете? Соображать на троих только можно. То есть мы влюбляемся из-за этой души. Когда мы ей даем ей жизнь, тогда любовь растет, плодоносит, усиливается. А сейчас же принято, что люди живут по несколько лет, детей не заводят. Душа такая летает и говорит, «Все, ребята, что-то я не верю в вас». И улетела. И что-то, да, прошла любовь, завяли помидоры. То есть когда уже душа ребенка не хочет воплотиться, потому что видит, что они бабки зарабатывают, квартиру надо строить. И погрязли в материализме. Она такая, «Я себе поищу еще кого-нибудь». И как бы выбирает новых родителей. Родиться-то хочется. Вот как мы стоим на жилплощаде, квартиру-то хочется. Такие души стоят на жилплощаде, на солнце, там целая очередь на жилплощаде. Там миллионы душ. Вообще-то миллиарды душ хотят родиться. Миллионы на ближайшие там очень. А мы никак, да? Ну, люди. Или как? Ну, мы же рожаем, слава вам. Ну, мы по одному, это маловато, да? Вот заметьте, люди рожали даже людей во время войны. Тогда вообще, как говорится, нифига не было. Ни кола, ни двора. А сейчас, вот. Ну, сейчас, конечно, божественная игра такая, что в целом нужны, на земле нужны люди-шедевры. Людей слишком много, и это одна из причин падения рождаемости. То есть, это земля сама регулирует живой организм. Именно из-за желания земли появились голубые, розовые. То есть, земля думает, блин, что-то вы сильно размножаете, чая у вас тут немного. И как бы это все уменьшилось. Сейчас нам надо рожать детей шедевров. Согласны? То есть, детей шедевров не просто вот 16 детей имеют. Ты должен иметь столько детей, сколько ты сможешь сделать людьми шедеврами, качественными, сильными, красивыми. Согласны? Которые спасут и Русь-матушку, и всю человечество. А просто еще одного потребителя рожать, который будет заниматься потребительством этим, и планету доводить. Нам уже не нужно. Согласны? Поэтому рождаемость детей уменьшилась. Но зато сейчас повышается качество взрослых, которые живут. И эти качественные взрослые должны делать детей меньше, но лучше. Качественные. Согласны? Ну, а в целом произойдет такая ситуация, что сейчас многие рода с земли исчезнут. То есть, сейчас многие люди не будут иметь детей, и просто их роды исчезнут. А в то же время люди, которые начнут строить родовые поместья, у них будет помного детей. И поэтому они станут родоначальниками новых свеженьких родов. То есть, на стыке эпохи идет всегда вот такая божественная селекция. Не хочешь нажаться, ну и не надо. Место тут другим. Поэтому у нас деревня есть. Михайловка, Петровка. Почему? Потому что был когда-то такой Михаил, многодетный отец. Который собрал на себя родовую силу, открыл глубинную книгу за семью печатями, стал таким мужиком семижильным. Нашел себе женщину такую семижильную. И она ему нарожала целую деревню. Понимаешь? И вот она тебе, Михайловка. То есть родоначальник, это человек, который дает начало новому роду. Очень сильный мужчина, который находит себе сильную женщину. И вот они создают свой мир вообще большой. А вот вопрос, почему китайцы размножаются? Китайцы в свои уроки. Я вам просто хочу сказать, что китайцы до нас не дойдут. У нас есть там волшебные войска на границе с Китаем. И там у них хорошо шерстят периодически. Поэтому китайцами это отдельные большие сказки. Но я хочу сказать, что все будет хорошо. С нашим взаимодействием. Ну а с китайцами какая ситуация? Есть простая тема. В страну, куда приходят джинсы, рождаемость всегда заканчивается 10 раз. Китайцы, которые начали носить джинсы. И все, индусы начали носить джинсы. И все, ребята, вы вспомните, в Советском Союзе рождаемость упала только после того, как начали носить джинсы. Согласны? Все, джинсы это конец Китая. Понимаешь? Все, джинсами нельзя рождаем. Я предупреждал, что при ветре я что, зря стропы натягивал? Какие камешки? Ну, теоретно, палатка вылетела с чертовой матери. И вот наша задача выйти из этого черно-белого мира и понять, что нам, друзья, могут быть и китайцы, друзья, и американцы могут быть друзьями. Но самое главное, что к этому можно прийти только тогда, когда ты уравновешиваешь черно-белое в себе. Вот когда ты черно-белое в себе уравновесил, тогда только можно построить равновесное отношение с женщиной. И с мужчиной. Правильно? То есть пока человек его колбасит, то есть как нас колбасит? Вот я тебе говорю, да ты козел, придурок, что ты на меня уставился? Да я козел! И пошла вот эта тема, да? То есть вот эта тема, что человек быстро переключается из черного состояния в белое, да? То есть тебя гладят, и ты так, о, все хорошо. Тебе втыкдали, и ты сразу такой уже полон ненависти. И ты колбасишься между черной и белой полосой. Это еще похоже на что? Вот наша жизнь, это тонкая нить. Вот эта золотая середина, на самом деле, это очень тонкая нить. Мы когда по этой нити идем, и знаешь, вот так вот, тут пропасть, тут пропасть. И ты по этой нити идешь, и тут летит черная птица. И эта птица такая страшная, такая, как из фильма ужасов. Всех вместе взятых. Понимаешь? И эта черная птица, и ты такой, раз, испугался, и ты упал с этого золотого пути. Понимаешь? То есть ты попал вот на состояние страха чернухи, и ты упал, все, пропал. Потом ты идешь, если, допустим, черную птицу ты выдержал, не испугался, то есть первое испытание на страх сюда идет, чернуха уже. Потом летит белая птица, и она такая красивая. Ты так, а, а, тянешься за белой птицей, раз, и опять упал. Да? То есть вот эта тема, чтобы ты не делал у себя, я такой хороший человек, я сыроед, я всех люблю, я могу говорить только хорошие слова, ни одного плохого. Мы ведрус, у нас все чисто, у нас нет ни одной черной полосы, ни одного черного слова. Мы вот белые люди во всем. А ведь заметь, посмотри на человека, у человека белый глаз и черная дырка посередине в глазу. Есть такое? Еще только, да. То есть вот это наш мир, а радужная оболочка цветная, у кого-то зеленые глаза, голубые, серые, карие, правильно? То есть опять же глаз, это намек вот этот, как выйти из черно-белого мира. И заметьте, мы смотрим друг на друга именно из черных точек. То есть из великой темноты я вижу каждого здесь, правильно? То есть я вижу не белую часть у глаза, каждого здесь сидячего, а черную часть у глаза. Есть такое? Поэтому вот наша задача полностью принятие своей темной полосы, темной стороны. И заметьте, каждый из нас вылез из черной дыры. Да, царь Иванович? Все люди вылезли из черной дыры, правильно? Из женщин. По сути, это черная дыра. И получается, что вообще и весь мир, наверное, появился из черной дыры, правильно? Потому что как на земле, так и на небесах. Мы рождаемся из черной дыры, значит и вселенная появилась из черной дыры. Но перед тем, как вылезти из черной дыры, туда засадили белое семя мужчин. Согласны? Опять же вот эта тема, черно-белое, да? Сперма-то белая, ее надо заслать в темное-темное место, в черное, в неизвестность. И там произойдет чудо. В темноте. В темноте. Поэтому, я к чему это говорю? Надо благословить свои темные полосы жизни и темные стороны характера. то есть надо с ними не бороться, а полюбиться. Принять. Ну, даже может правильное слово больше принять, правильно? То есть принять себя и черного, и белого принять, и только потом вот выйти на эту золотую середину. то есть когда ты делаешь что-то очень плохое, что надо сделать? Перестать делать такое. Нет. Надо сделать это несколько раз хернее, чем ты хотел это сделать. О! То есть вот мы сейчас с вами выберем 7 способов, как уравновесие черное-белое. Первый способ. Вот одна девушка очень любила булочки, но при этом она захотела перейти на сыроедение. И она такая, я все уже готова к сыроедению. Я уже все, но я так булочки люблю, не могу. Я ей говорю, обожрись. И послала ее на хлебозавод. Она поехала на хлебозавод и купила себе булочек с марципана. С корицей, с маком. И ты пойми, девушки, они же не позволяют себе булочками обжираться. Они там булочку съедят раз в три дня и потом больше нельзя, потолстеешь. Но ты зато три дня медитируешь на булочку. А потом раз в три дня съела как-то, ну или там через день и тебе уже ах, класс, булочка. Обожрись, короче. Она купила этих булочек свеженьких, ароматных, прям с хлебозавода. Знаешь, как пахнет? Такой наркоманский запах всех соблазняет. Вот и я хоть и не ем булочек, но хлебобулочные изделия пахнут. Да? Вкуснотища. и вот она начала эти булочки есть. То есть каждый день по пять булочек. Ну вообще, не по пять, а вообще сколько влезет? первый день, второй, третий, седьмой. На седьмой день булочки полезли из ушей и ее как отрубило, понимаешь, уже все. Она перешла на сыроедение и все нормально там было. На булочке больше не тянуло. Но это, конечно, опытопад. Потому что можно не куяк. Не, дальше продолжать. Седьмой, восьмой, двадцатьмой день. Восьмой, привычка. А, ну да, если ты двадцать восьмой продолжаешь, это значит, еще не наелся, да. После двадцать первых привычку войдет. Двадцать и девять. Я думаю, если бы это правда, привычка войдет. Ну, я про себя. Я ем, а мне все хочется. А ведь заметьте, есть случаи, которые вот есть люди вот такие толстые, такие реально толстые, по двести, по триста килограмм. Ну, это в Америке таких у нас вроде кучей нет. И вот эти люди, они как бы обожрались, вот он весит двести-триста килограмм. И вот, наконец, он все, душа сказала, все, я обожралась, я готова к новому опыту. И эти люди худели и доводили себя до нормального состояния и весили там восемьдесят-девяносто килограмм. И имели хорошее тело. Понимаешь? То есть вот эту задачу надо понять нам, что нам надо пройти обязательно опыт чернухи, опыт каких-то горестных состояний, опыт разочарования, опыт боли душевной и физической. Я такой человек. не стоит гаджет поставить. Ну, грубо говоря, еще висит остаток, хотя под ним уже пресс. Но остаток остался висит. Ну, ты знаешь, тебе надо его части отбивать. Вот так вот. Я вот буду сейчас его закаливать еще больше, сейчас только похолодает. Ладонями бей почаще, и он сразу войдет куда надо. Ладони, лад, лад и огонь. Все наладим. Ладно, первый способ это гипербола своего горя. То есть ты, у тебя надо пройти черную полосу, и ты можешь эту черную полосу как бы колбасить вот так медленно, медленно и долго, да? А можешь как бы черная полоса, все! Черная полоса, мне так плохо, что хуже некуда. И ты как бы в эту чернуху ныряешь, и у тебя по времени она уменьшается. Понятно? То есть избежать черной полосы невозможно, но есть варианты ее по-разному пройти, да? То есть и вот эта тема гипербола. Это первый вариант. И у тебя сразу как бы раз. Ну и так же, а с белой полосой тут какая рекомендация есть? Что когда тебе очень хорошо, не надо громко, истерически смеяться. И говорить, мне так хорошо, мне так хорошо, мне так хорошо. сдайте вот так. Если тебя так будет колбасить, что тебе так хорошо, ну и тебе на самом деле хорошо. Ну там да, мы мотаем. То жди, скоро прихода черного, да? То есть вот эта тема, когда тебе хорошо, но ты как-то аккуратненько вот это хорошее показываешь, сильно не хвастаешься, Завидовать на штуки. Что? Завидовать на штуки. Да. То есть как бы тебе хорошо, и должно быть так спокойненько, аккуратно, хорошо. Чувственно, конечно. Все, руки работают, чувства есть, но без вот этого фанатизма хорошего. А когда можно? Ну, это первый способ уравновеси черное первое. Это гипербола, да? Черного и спокойствие в белом. Второй способ какой у нас будет? Я сказал, отстраниться. Со стороны посмотреть? Ну да. То есть вот тебе плохо, например, черная полоса, и ты как шахматист, да? Ты не за черных играешь, и не за белых, а ты так, о, интересная игра. То есть взгляд сверху на шахматы, да? Хотя ты играешь за белых, например, или за черных, но тебе интересна сама композиция, там, о, ловушечка какая-то, шахматная, там, комбинация такая интересная, такая расслабляющаяся. Молодец! Это выход на уровне мастера, когда ты сверху смотришь на этот черно-белый мир и наблюдаешь за этим, да? Получается такое состояние, Лавин? Да, да. Давайте сейчас разделимся по парам, поиграем в эту игру интересного равновешивания. Давайте по парам. Можно мужчина-женщина, если не хватит мужчин, можно женщина-женщина. И вот так друг напротив друга сядет и не я, черное и белое. И будем сейчас колбаситься. Ну, кто в пару? Крой с тобой. То есть сейчас, в чем суть игры? Вот это вот умение выбрать золотую середину между плохим и хорошим, между тем, когда нас гладят и ругают. Я просто не знаю, что делать просто. Мы сейчас... Внимание, все меня слышите? Мы сейчас будем человека бить по-очень, ну, по-очень. Вначале бьют мужчину. Бьем женщину. Как? Как? Левой рукой бьем по левому плечу. Как? Сильно. Ну, сильно, но так, чтобы не убить. Ну, чтобы она почувствовала. Покажи, ты пример. Покажи. Вот так вот. Вот. А правой рукой мы ее гладим. А ты наблюдаешь, что в тебе внутри происходит. Понимаешь? То есть мужчины бьют одну сторону, вторую гладят, а женщина наблюдает за своим состоянием и пытается понять, заносит ее, обижается она или у нее есть вот равновесие, да? Нет, это не мазохист. Это проверка себе. Это проверка. А по очереди или одновременно? По очереди. Вначале бьют мужчины, потом я когда скажу, что это одновременно? Понятно. А гладишь? Нет. Вначале стукнули, а потом погладишь. Ну, молча, да, молча. Левой рукой или по левой рукой? С истиной. Как долго бить? Это гладит нежно, как-то. Бьем больновато, гладим нежно и со всей ласки. По одному бьешь, по одному бьешь, по одному гладишь. А так можно и копейку. Мои ощущения. Она наблюдает за собой. Сравнивай, не смейся. Спокойся. Посмотри на эту смеху. Я пытался. Только по плечу берем? Ну да. Сейчас смеет. А ты уже готова? Если я попу. Да. Бей. Сверху. Я думаю. Это бы я и спросил. Сколько бить. Долго это продолжать? Хорошо. Бей. Пока ощущения не пришли. Ощущения не пришли пока что, да? Бей. Молчи, бей. Да и все. Она чувствует, чувствует. Что это происходит? Что это происходит? Теперь давайте погладим за два плеча. Все наладим. Какая девица хочет рассказать о своем состоянии? Что происходило, когда били клади? Непонятно. Ну, значит, да, тебе не хочется после того, как по второму плечу погладила. А чего в народной мудрости говорят бьет, значит любит? Это не только поговорка, есть куча песен на эту тему. Люби-ка в душу, а бей, тряси-ка в грусть. Так, кто еще из женщин хочет поделиться? В первый раз было больше всего эмоций, неожиданности, ощущений. Когда второй раз уже... То есть ты привыкаешь, да? Когда бьют, то регулярно это нормально. Третий раз в крючке. Не, ну вначале... Подстраивайся уже, да? Вначале, почему ты привыкаешь, а потом уже как-то... Другие хочется лить, да? Уже сдачи не дашь. Когда тебя погладили, вон как даду, поплетю. А потом уже как-то... Еще чего? Не то, что привыкаешь, все равно оно раздражает. Ну, как-то вот уже... Какой-то настрой. На первом. Ну, я ожидала, опять. Лев, ты готов, а то куда? Если почитать древнерусские былины, там как богатыри вообще дружили. Вот встречаются два богатыря в чистом поле. Кто ты такой? И ты такой, кто ты такой? Да я богатырь. Я тоже богатырь. Давай-ка выйдем с тобой. Раз вышли, друг другу мордой набили. Я так, да ты классный богатырь, давай побратаемся. Раз такие побратались, и потом у них дружба навеки. Понимаете? То есть именно даже это и в былинах есть, и многое в жизни было. Вот и у вас есть друзья, с которыми вы побились, поругались, подрались, а потом сильно подружились? Есть такие? Уже периодически было такое. Вот видите, так вот это и есть такая вот эта тема, что черная неизбежна, боль она неизбежна, потому что мир такой. Но надо как раз вот так вот раз сбалансировать. Да? А если бы ты с другом не поругался, то дружба была не такая крепкая, правильно? Потому что когда ты ему вмазал, он как бы тебя почувствовал до глубины души. Понял. Вот. А пока ты не вмазал ему, он как бы тебя чувствует, но не так глубоко. Теперь давайте наоборот. Женщины. А по левой не бьем? Женщины по лицу. Сделаем по-другому. Женщины бьют по правому плечу со всей силы, а потом же правое плечо и заглаживают. По правому. Прямо от души. Давай, давай. Садись сюда. Давай сюда. Лево. Лево. Правое по правому. Правое уходи. Одно плечо бьешь, а потом по-другому. Пощекоти. Спасибо. Нет, и поэтому можно здесь. Дай, на месте. Есть. Нет, нормально. По-другому плече. А, или по-другому же прислали. Нет, ладно. Лево. Лево, ну, кинут. Ополоскать. Подготовлено. Нет, не строго. Я просто по плечу бьем, он улыбается. По щеке сразу раз в руку. Нет, ну, так правильно. Таралорка будет. Таралорка будет. И что? Не знаю. Я не знаю, что у меня ощущения такие, как... Как будто и не било. Массажек. Да, пища торговляет. Массажек. Не било. По-моему, ты уже заехала. Да, я бы подбила. Блин, не себе. 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 Ну, молодцы, побили. Давайте теперь кругом сядемся. Побились. Побились. Мужчины, кто хочет поделиться ощущениями? Ну, сделали массаж, что он такой. Да, остальные приятные. Все пробили. Знаете, правда, как массаж. Так в этом и основан вообще массаж. Основан на контрасте черного и белого, мужского и женского. То есть, вначале надо положить человека, найти на нем болевые точки. Правильно? И по этим болевым точкам, там, где любовь не течет. Боль – это божественная любовь, которая скомкалась, не течет, застряла в комок. И ты в больное место как дашь человеку, как нажмешь пальцем большим, а потом раз – разгладит. То есть, мужской подход больно сделать, а женский – разгладить. И вот как раз сочетание двух подходов дает золотую середину. Правильно? Потому что если человека просто как бы болевым точкам надавить, а потом его отпустить, и он такой весь выйдет. Правильно? А если его просто как бы погладить нежненько, то же как бы не хватает. Правильно? То есть, вот эта тема, что надо и черное и белое, надо и мужское, и женское. И тогда получается золотая… мы приходим к золотой середине. Да? Удары, которые были – это мелочь по сравнению с тем, какая благодать, когда женщина тебя гладит. Да? Ну да, кстати, я согласен с ним. Я согласен. Готовы был хоть десять ударов, тогда я одно поглаживаю. Да. Так и будет больно. Не очень. И тихо. Боли вообще… Ну да, только нарушение правил уже что-то дергать начинает. Да, вот вопрос такой. Вот ударила по плечу, нормально сидит, улыбается. А взяла, просто ударила по щеке. Я понимаю, мы не договаривались. Ну возмущение сразу… Сразу проснулся. Вот это так. Ну да. Ну это тяжело больше. Не считал все. Ну да, это тоже хороший подход, молодец. Жизнь, она иногда бьет в нежданное место, согласна. Поэтому поговорка знал бы, где упаду, соломку постелил. Идешь, идешь, бац, упал совсем не там. Ну когда легко ударялось, чувствовал, что как-то неуверенно. Когда действует со всей силой, почувствовал уважение. О, от души. Значит любит. Бьет, значит любит, короче. Ну это просто чувствуется, когда человек действительно от души это делает. Мы сейчас вот с вами сидим, да, с раскрытыми сердцами. Мы все делаем здесь от любви. А иногда что любишь со злобой, да, лупишь человека. То есть когда мы бьем человека со злобой, мы его калечим. Мы не можем восстановить в нем в течение жизни. А когда мы его бьем любовно, тогда все на пользу. Ну в основном получается со злобой. Да, в основном со злобой нельзя бить. Ты детей на всю жизнь калечишь. Психику им они такие, а, душу. Ну и жену, если ты со злобой побьешь, мало не покажется. Поэтому бить надо. Ну как, любовно. И в этом у нас учит Илья Муровец. Он когда выходит с врагом биться, он говорит. Здравствуйте, добрый Муровец. Мое почтение. Вступайте отсюда по добру, по здорову, пока целы. Вон туда, за дальние горы. А эти, Змей Горыныч. Нет, ну не бейцы. Такие рожи перекошенные. Заметьте. У Змей Горыныча вот эта вот тема злобы. Вот. Вот заметьте, как у нас спокойно разговаривает Путин, да? Ну все время. В любой ситуации. Ну да. И как эти американцы звереют? Да, 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 да. Звереют вот такие вот, знаешь там. Вы, мы сейчас пришлем корабли к белорусскому морю. Если вы будете себя плохо вести, там еще что-то. И всякий маразм всякий делает, но вот такие вот все сбешенные и со справедливой, типа праведным гневом, да? И все такое. И вот задача такая, что Илья Муромец говорит. Ну ладно, биться так биться. И выходит и танцует, и говорит, катанец гопак. И как бы танцующий всем бьет морду. Валит всех. Или насмерть, или так. Ну чаще всего уже, ну раз захотели биться, просто валит на перевоплощение. Парочку оставляет и говорит, ползите туда домой и скажите, что нас трое. Правильно? Три ж богатыря. Один завалил, а если еще двое будет. Я вам просто хочу сказать, что до сих пор эти три богатыря живы. Они существуют пока существует Русь. Поэтому на нас не могут не нападать ни американцы, ни китайцы, никто. Потому что даже если они попробуют это сделать, они такой втык получат. Правильно? Да. То есть Русь матушку и никто не завоевывал. В известную даже часть истории нашей. А в неизвестную так тем более. Потому что эти ребята есть. Есть люди, которые до сих пор вырывают вот такие деревья с корнем. Понимаешь? Есть люди, которые идут и пули в них попадают и в плюшку превращаются. Вот. Но это уже крайний случай. Потому что человек, когда обладевает жарим телом, он просто идет и пули его облетают. По нему стреляешь. Это было использовано на войне в Грузии. То есть в Грузии мы выставили свои секретные войска. И вот и шли наши десантники, владеющие казачьим спасом. По ним вот так стреляли эти грузины. Они просто шли на них. А эти стреляли. И все пули облетают. И конечно уже у грузинов они уже в штаны наложили. Понимаешь? Ты стреляешь по людям, которые идут на тебя. И эти наши пришли и просто их ножиками там всех почикали. Даже на войне с Грузией было убито очень много народа в Грузии. Ну а что? Агрессия? Не надо нападать на беззащитных абхазников. На Украине другая ситуация. Потому что надо пройти этот опыт. Я был сам три раза на Майдане. Со Змеями и Горынычами разбирался. Когда еще все это начиналось. В разгар был и потом. Чтобы понять, что происходит. И понял, что через Украину соединится вся Русь-Матушка. То есть на Украине такое пекло, чтобы мы глядя на все это проснулись. Но и украинцы чтобы стали крепче. Вообще на Украине живут самые сильные славянские воины. То есть вот это Запорожье это же родина казачества. Правильно? Остров Хортица волшебный. Оттуда появились вообще казаки. Волшебные воины. Самые сильные на земле. То есть казаки они всегда втык давали 300 лет назад любым войскам. По известной истории 200 лет назад и 100 лет. И сейчас они втык дадут любым войскам. То есть просто Украина послужит таким катализатором объединения всех славян. И все славяне начнут жить единой державой. Вот из-за этого все что происходит. Они приняли на себя эту боль. Но она необходима как мы уже говорили. Правильно? Черная полоса да? Нужна. Белая нужна. А потом золотая середина открытое сердце. И мы переходим на новый флаг. Красный и голубой. Она нужна не нужна она все равно есть. Да. Но она есть. И наша задача или злиться. Господи американцы что вы за нас напали там. Вот представь если Илья Мурмис выйдет. Что вы змеи Горыныча напали. Селы жжете. В зельчин воруете. Нельзя так дело делать. Вы плохие. Вы не соблюдаете заветы предков. Понимаете? Мы такого Илья Муромцы не можем представить. Так и здесь надо. Ребята. Ну ладно. Биться так биться. Раз и пошли в тык дали. Ну и все знаете что ополченцы валят их там по полной. Правильно? Ну да. То есть уже американские эти боевики. Наемники они даже пишут. С этими русскими могут быть воевать только русские. Они такие страшные. Что мы видим их сверлящие взгляды. И даже когда мы сидим в окопе нам страшно. И им даже повысили зарплату наемников. И они все равно оттуда сматываются. То есть они прошли вот всякие Афганистаны. Там Сирии. Ну горячие точки. А здесь они в штаны накладывают. Потому что у нас там такие ребята есть. Понимаешь? Ну поэтому их там в 10 раз и больше и гибнут. Со змеиной стороны. Правильно? Все же это знают. Статистику. Вот. Иван Андреевич, вот ты говоришь Америка, Америка. Я в принципе простых людей видел американских. Такие же. Абсолютно такие же. Я вот тебя ловил там. Думаю ну они американцы. Такие же. Вот простые люди. Просто по правилам игры сейчас власть перешла в лапы змеев Горынычей на эти 300 лет вообще. А сейчас эпогеи этого. Змеи Горыныча они что они нам обеспечат? Они нам обеспечивают театральную постановку. Постановку в которой есть падение курса рубля. Это там это самое. Всякие продовольственные дефолты там еще что-то. Вот такая все страшная да. Прививки. Это ювенальная юстиция. А наша задача в этой постановке когда все так кругом нагнетается. Действительно телевизор посмотришь страшно жить. Как бы не посмотришь телевизор по улице просто погуляешь месяц. Нормально. Посмотришь опять страшно. Украина это первая страна уничтоженная телевизором. Знаете такую тему? Да. Это как я? Украина. Украина. А ну да. Вот. То есть задача то какая наша? Надо понять что змеи Горынычи делают свое дело. То есть задача Ротшильда в Рокфеллеров и Романовых это три главных масонских клана. Три девицы эти под окном. Три или поздно вечерком. Но три вот этих девицы ткачиха, повариха, сватя, баба, бабариха это три масонских клана. То есть повариха это опускание человека в матрицу через питание. Правильно? Поешь эту матричную пищу из супермаркетов. Мара Славянская богиня смерти. И ты как бы раз опускаешься в вибрациях и становишься тормозом. Вот. И тобой легко управлять как овечка. Ткачиха это создание ложных учений. То есть ткачиха она начинает секты создавать. Понимаешь? Ложные смыслы. Она паутину вот эту создает. И вот мы знаем сколько сект уже не будем загибать пальцы. Все понимают. В славянском движении сколько сейчас сект. Правильно? Все друг друга недолюблены. Вот. А свати баба бабавариха это воздействие на людей с помощью... Чего? Черной магии. Интернет это часть ткачихи. Да. Ну это же сеть. Интернет это сеть. Паутина. Поэтому говорят паутина сеть это ткачиха. Мы сейчас решили что сеть интернета как сеть она помогло вообще в открытии вообще людей. Ну конечно мы интернет переделаем в интердат. Да. И тогда ее можно переделать. Потому что у нас плетет нити на среду мага. Чего? Да. Мы тут недавно так сделали. Так правильно. Дело в том что смотрите. Змеи горынычи. Злые силы они вовсю стараются. Но ради чего? Чтобы мы развивались. И вот смысл такой что темная сторона знает все тайны которых мы не знаем. Многие тайны знают. Не все а некоторые. Многие. Важные. Смотрите. Вот сказки про как раз трех этих злых баб. Именно масонские вот эти кланы. Темные силы ткачиха повариха сватья повариха знали про белочку. Знали про царевну лебедь и про 33 богатыря. Согласны? Да. То есть король жил и не. Царь. Жил и не знал что такое есть. И только благодаря темных силам у князя Гведона появилась и белочка и богатыри и царевна лебедь в жену. Здорово. Понимаете? То есть темные силы их задача бедокурить как бы вредить все это. Но они так вредят что если мы правильно все это обыграем. В конце сказки оказывается что все их вредительство пошло нам на пользу. Согласны? Но это еще похоже на армию. В армию приходят такие щавлики мальчики. А тут бас дедовщина. И тебя там лупят. Иван царевич тоже в армии был. И тебя там лупят, щемят как-то. И в конце смотришь ты сам уже делал. В конце армии. То есть за счет того что тебя там прокачали ты стал сильным. Согласны? Нет лучшего способа прокачать богатыря как прислать страшного змея горыныча. Да? То есть так то богатырь ходит и понтуется. Да я сильный, сильный. Я вам сейчас тут завалю вас на молодецких забавах. Ну вот. Это молодец ты. Молодецкий я забаву выиграл. А теперь змея горыныча. Какой? Настоящий. Трехэтажный. Ну змея горыныча они же большие знаете. Вот динозавры вот такие огромные. Они такие на самом деле есть. И они до сих пор остались. Они сидят в Кавказских горах. Часть змея горыныча. Часть в Крымских горах. Ну и в Черном море там плавают. Там у них пас. Дядьки в Черном море. В сероводородном поясе земли. Знаете? Они ждут этот запах сет. Сероводородик. Селевое пространство. Это отдельная сказка. У нас сейчас вся пища засерена. Бананы для сыроедов обрабатывают серой. Сухофрукты обрабатывают серой. Приставка Е220 диоксид серый. Находится в 90% продуктов в супермаркете. И в хлебе, и в молоке там. И в шоколад. И в шоколадках нету. Ну там в конфетах. В горошке зеленом. И так далее. Спички тоже. Сухофрукты обрабатывают серой. Сухофрукты обрабатывают серой. Второе. Что мы можем сделать, чтобы перейти к золотой середине? Да. Со стороны посмотреть. По сказочному это с высоты орлиного полета. Подняться и посмотреть на свою жизнь со стороны. У тебя такое расколбаса. Ты вообще посмотри, что с русским народом происходит. Что с человечеством. И ты начинаешь понимать. Ага. Ночь с морога. Все колбасятся. Нормально. И я колбасу. Ну как бы нельзя. Когда всеобщая игра такая. Нельзя из нее выпасть. Правильно? Просто можно чуть сильнее колбасимся. Чуть слабее. Но если время такое. Эпоха такая. Ну и ты попадаешь под раздачу. Посмотреть с высоты орлиного полета. Дальше. Что надо сделать, чтобы выйти из черно-белого мира? Перестать оценивать людей. И делить на хороших и плохих. Добрых и злых. Полярность такая. Вот вы козлы. А вы красавчики. Да? То есть вот эта тема. Когда открывается сердце. То мир становится разноцветным. То есть пока сердце закрыто. Это мир черно-белый. Плохое и злое. Хорошее и плохое. Доброе. А когда сердце открывается. Желтое, красное, синее. И люди же такие. Разноцветные. И отношения разноцветные. Желтые отношения. Красные, синие, голубые, зеленые. То есть разноцветный мир. То есть перестать вот так вот. В отношениях все делить на плохое и хорошее. А искать на что? Цвета. Оттенки. Да? Следующий способ. Как выбраться с черно-белого мира? Разноцветный. Это мы два способа разобрали. Три. Три. Перестать носить черно-белую одежду. Согласны? То есть по одежке встречает, по уму провожает. Если у тебя черно-белая одежда и твой гардеробчик такой. Понимаешь? Ты впадаешь в это. Надо что? Видите, как мы выглядим-то, а? То есть когда сердце открывается, ты что хочешь? Яркости, красоты. Понимаешь? Яркие цвета. Пока ты в черно-белом мире колбасишься, ты носишь черное и белое. Или носишь, если цветное, оно такое тусклое. Бывает, знаете, такой грязно-синий вот этот. Грязно-красный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова